Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Сегодня будет очередная болталка. Я поделюсь выводами, которые сделала в течение 6-7, может быть 8 лет, одним словом в районе 40 лет. У меня есть видео из этой серии, я ссылку оставлю внизу в инфобоксе. А сегодня назову 5 пунктов, и я считаю, что это очень важные вещи, которые мешают расслабиться, обрести уверенность в себе и двигаться по направлению к счастливой жизни. Поделюсь своим мнением и, как всегда, буду ждать ваши в комментариях. Итак, я начинаю, поехали, первый пункт. Никогда нельзя позволять людям влиять на свои решения, особенно если это касается серьезных вопросов. Если мы решили что-то сделать, и это наше осознанное решение, то нужно делать несмотря ни на что. И даже если нас начнут отговаривать, и это будут наши близкие люди, все равно никогда нельзя никого слушать. Если мы решили что-то сделать, нужно двигаться по направлению к своей цели. Если же наоборот, мы решили что-то не делать, и у нас на то имеются веские основания, то точно так же ни при каких обстоятельствах никогда нельзя идти ни у кого на поводу, менять свое решение и идти против себя. Потому что, как правило, в подавляющем большинстве случаев люди, которые так поступают, допускают ошибку. И когда они это осознают, они также понимают, что это была не их ошибка, а ошибка советчиков. Но, к сожалению или к счастью, за все, что происходит в нашей жизни, за все решения и действия, ответственность несем исключительно мы сами. Не наши советчики, не наши близкие люди, а мы сами. И поэтому, для того, чтобы такого не происходило, для того, чтобы наша жизнь не переворачивалась ног на голову, потому что, если мы допускаем ошибку в серьезных жизненных вопросах, то наша жизнь может полностью поменять свой ход и перевернуться с ног на голову. И для того, чтобы этого не происходило, нужно всегда слушать себя и делать то, что мы решили. То есть, решили что-то сделать – делаем. Решили не делать – никогда не идем против себя. Следующий, второй пункт – быть, а не казаться. Это тоже очень важно, и этим грешат очень многие люди. Вместо того, чтобы жить своей жизнью, получать удовольствие от жизни, как-то двигаться вперед, развиваться, люди начинают жить вымышленной жизнью, люди пытаются кому-то подражать и изображать из себя совершенно других людей. То есть, тех, кем они не являются, никогда не были и в большинстве случаев никогда не будут. Это все абсолютно пустое, потому что это никогда не приводит ни к чему хорошему. Люди тратят на это очень много времени, очень много сил, очень много каких-то ресурсов, и в итоге они ни к чему не приходят, потому что это очень глупо, это абсолютно не то, что нужно делать. И в погоне за какими-то иллюзиями и мечтами люди упускают свою жизнь, теряют время. И потом, когда они понимают, что они ошибались, как правило, время упущено, и очень многое потеряно, то, что могло быть достигнуто. То есть, вот поэтому никогда нельзя пытаться кому-то подражать, выдавать себя за другого человека, жить в каком-то иллюзорном мире, потому что рано или поздно все это заканчивается, и наступает реальная жизнь, когда человек осознает, насколько большая пропасть между его реальной жизнью и вымышленной жизнью. Но зачастую он испытывает очень много негатива, он испытывает разочарование, и самое главное, он понимает, что он упустил время. Поэтому вот очень важно, очень важно все-таки всегда оставаться собой и не бояться заявить о себе, не бояться делать то, что мы хотим, не бояться говорить то, что мы хотим, не бояться быть собой. Вот, это очень важный момент, и если человек это понимает и к этому приходит, то он, естественно, обретает уверенность в себе, и у него намного легче все получается, и достижение каких-то целей и все прочее. То есть, вот это очень важный момент. И я наблюдаю за разными людьми, за разными знакомыми, и вижу, что очень многие люди зачастую всю свою жизнь пытаются изображать из себя тех людей, которыми они не являются. То есть, вот у них была какая-то мечта, может быть, в жизни, достичь чего-то. Они не достигли, но они пытаются все равно жить этой жизнью в своих мечтах, может быть, в каких-то действиях. Это выглядит очень смешно. Мне даже всегда жалко таких людей, потому что, как правило, это нормальные люди, абсолютно нормальные люди, и если они будут жить своей жизнью, то все у них будет нормально, у них в целом очень нормальная жизнь. Но почему-то они хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, упускают все возможности. Мне это было всегда непонятно. Я никогда не понимала, почему люди пытаются казаться другими людьми. Кстати говоря, если у вас есть какие-то идеи, на этот счет напишите мне, пожалуйста. Но я реально никогда этого не понимала, потому что я считаю, что мишура, она ни к чему. Мишура в нашей жизни, она только мешает нам жить. Если человек должен выдавать себя за более успешного, за более богатого, для того, чтобы его уважали другие люди, то такое уважение я считаю ни к чему. Если человека не уважают таким, какой он есть, то иллюзорное уважение, мне кажется, не нужно абсолютно никому, потому что рано или поздно все эти люди узнают то, что есть на самом деле, и тогда отвернуться от этого человека, и зачем это нужно терять время на каких-то случайных людей. Одним словом, я никогда не могла этого понять, и я считаю, что всегда нужно быть тем, кем ты являешься, не стесняться этого, и выдавать себя за того, кем ты являешься. Это самое ценное в жизни. Дальше, едем дальше. Третий пункт. Если ты ищешь человека, который сделает тебя счастливым, подойди к зеркалу и посмотри в него, и ты увидишь того человека, который сделает тебя счастливым. Этот момент тоже, вы знаете, на мой взгляд, очень важный, потому что я тоже наблюдаю очень многих людей, которым кажется, у которых что-то в жизни не получается в данный момент, или у некоторых какой-то длительный период времени, и им кажется, что есть люди, которые могут сделать их счастливыми. Вот они ничего сделать не могут, но есть какие-то мифические люди, которые придут, прилетят, прилетит какой-то волшебник, и они обретут счастье благодаря третьим лицам, другим людям. Это всё не так, потому что счастье идёт изнутри, и каждый человек сам может сделать себя как счастливым, так и несчастным. То есть если мы хотим обрести счастье, если мы хотим стать счастливыми людьми, то нужно начать с себя, нужно работать над собой и только в наших силах изменить нашу жизнь. Никто, абсолютно никто никогда нас не изменит, не сделает счастливыми, если мы не будем к этому готовы, и если мы сами не будем работать в этом направлении. Поэтому всё начинается с нас, всё в наших руках, всё зависит от нас, от нашего мышления, от нашей уверенности в себе, и в том, что только мы можем изменить себя. Во всех сферах, во всех аспектах абсолютно, только лишь мы сами можем сделать себя как счастливыми, так и несчастными. Это абсолютно точно, это проверено миллионы раз, и я это говорю абсолютно точно, с полнейшей уверенностью, и, кстати говоря, напишите, пожалуйста, своё мнение. Поэтому не нужно никого искать, всё намного проще. Подойдите к зеркалу и посмотрите в зеркало. Следующий пункт, четвёртый. Жить своей жизнью, а не ожиданиями других. Это тоже очень важный момент. И эта ситуация очень часто начинается с детства, когда родители пытаются сделать из ребёнка копию себя, либо улучшенную версию себя. То есть, например, родители с детства мечтали чего-то достичь, что-то выучить. Например, стать балериной, или стать спортсменом, или достичь чего-то, но у них не получилось, и они вот это всё переносят, свою несостоятельность, свои несостоявшиеся мечты переносят на своего ребёнка. И очень редко они интересуются, тем хочет ли ребёнок того же, что и хотят они, есть ли у него способности, есть ли у него желания. И очень часто с детства дети подвержены давлению со стороны родителей, и они с детства начинают жить не своей жизнью, а ожиданиями своих родителей. И поскольку дети очень многого не понимают, они, естественно, слушают своих родителей, они делают то, что говорят им родители, и они к этому привыкают. Некоторые вырастают и начинают жить по-другому, а в ком-то это всё настолько закрепляется, что люди по инерции продолжают жить не своей жизнью, а ожиданиями других. Сегодня это родители, завтра это муж или жена, потом это общественное мнение, знакомые, соседи, родственники и так далее. Это, конечно же, колоссальная ошибка, и по моим наблюдениям, не каждый человек может поставить точку и вырваться из этого замкнутого круга. Удаётся, по крайней мере, это не всем. И очень важно осознать этот момент, понять и вырваться всё-таки из этого замкнутого круга и начать жить своей жизнью, а не ожиданиями других. Это очень важный момент, потому что, опять же-таки, это наша жизнь, и мы сами творцы своей жизни, и мы несем ответственность за свою жизнь. Поэтому, если происходит такая ситуация, то всегда нужно вовремя остановиться, всё переосмыслить, поставить точку и начать жить своей жизнью. Потому что иначе человек просто впустую тратит своё время, проживает свою жизнь, прожигает её, и, как правило, он глубоко несчастный человек. Но, по крайней мере, вот по моим наблюдениям, в основном в 99% это так. Поэтому очень важно всё-таки всё брать в жизни в свои руки. И чем раньше, тем лучше. И, наконец, заключительный пятый пункт. Он в какой-то степени вытекает из четвёртого. Никогда не идти на поводу общественного мнения. Это тоже очень важный момент, потому что также очень многие люди боятся жить своей жизнью, боятся делать то, что они хотят, не решаются, стыдятся, стесняются. И им кажется, что если они что-то сделают, то, что как-то выделит их из толпы, их могут осудить, на них как-то могут посмотреть другими глазами. И всё в таком ключе. То есть это тоже очень важный момент – иметь смелость идти против общественного мнения. Даже не в плане идти против общественного мнения, а жить своей жизнью и не обращать внимания на общественное мнение. Потому что, по большому счёту, общественного мнения как такового не существует. Потому что людям в своём большинстве наплевается на других людей. Они могут посплетничать, они могут позлословить, но это, как правило, делают люди, которым абсолютно нечем заняться. Это определённая категория бездельников, недалёких людей, бабок на лавочке, которые обсуждают, осуждают других людей, потому что им намного проще обсуждать других, чем заниматься своей жизнью. Потому что для того, чтобы заниматься своей жизнью, нужно приложить определённые усилия, нужно думать, нужно действовать. А намного проще сидеть на лавочке и обсуждать своих соседей, знакомых, родственников и прохожих. Поэтому это удел абсолютно глупых, тупых и недалёких людей. А все остальные люди, которые имеют своё дело, которые заняты собой, своей жизнью, своими проблемами, им глубоко наплевать на других людей, на то, что делают другие люди. Поэтому, опять же таки, всё в наших руках и всё зависит от нас. И обращать внимание на общественное мнение, идти у него на поводу нельзя никогда. Другой вопрос, что некоторым людям так проще жить, потому что, опять же таки, не нужно принимать особо никаких серьёзных решений или совершать каких-то действий. Они живут по накатанной, как все, и им так проще. И если вдруг что-то происходит, какой-то вопрос, они всегда себя успокаивают тем, что они как все, и нельзя же идти против общественного мнения. Как правило, ситуация всегда такая. Поэтому всегда нужно просто задать себе вопрос, а что мы хотим, как мы хотим жить, как мы хотим прожить свою жизнь, и получив ответ уже действовать. Потому что есть люди, которым всё равно, которые готовы жить как все, и боятся общественного мнения, боятся своей тени, и ничего в жизни не делать, просто сидеть сложа руки, ругать всё и вся, и находить всегда какие-то отговорки. И в то же время есть люди, которым наплевать на общественное мнение, которые живут своей жизнью, живут счастливо, делают то, что они хотят, развиваются, живут очень интересно, им абсолютно всё равно, что про них будут думать другие люди. Поэтому, мои дорогие, у каждого человека есть выбор жить своей жизнью, либо жить с оглядкой на общественное мнение, и чтобы ничего в жизни не происходило, сидеть в таком тихом болоте, и как бы вот ничего не делать. Так, конечно же, проще, спокойнее, но всё-таки жизнь не в этом, а жизнь в движении, в развитии и так далее. Вот. На этом, пожалуй, всё, мои дорогие. Это было всё, о чём я сегодня хотела вам рассказать. Буду ждать ваше мнение в комментариях. Всем отличного настроения, удачного дня, и до скорой встречи. Всех целую. Пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова